Здравствуйте! В эфире программа «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Максим Портнов. Очень часто в нашей студии бывают священники. Но кто такие священники? Если подойти на улицу и спросить человека, наверное, он вспомнит знаменитое Пушкинское «Жил-был поп» или известную историю «Попал-была собака». Чтобы все-таки разобраться в этом вопросе, нам поможет человек, который уже 25 лет находится в сане священника. Протерея, отец Иоанн Мохов, настоятель храма, в честь святителя Спиридона Теремифонского. Отец Иоанн, здравствуйте! Здравствуйте! Отец Иоанн, еще раз хочу поздравить с 25-летием нахождения в сане. И вот как раз, наверное, было бы очень интересно поговорить о том же, о том, что все-таки такое таинство священства. Благодарю за поздравление. И если мы касаемся, это и на мой взгляд, важной, а для нас профессионально живопечущей темы, то хотелось бы для всех наших зрителей напомнить, что у Церкви Христовой в сегодняшнем нашем современном мире существует семь таинств. Те таинства, то есть те особенные, духовные, для нас важные и единожды в жизни фактически совершающие события богослужебного характера, которые со стороны обывателя, можно сказать, ну, какая-то вот служба, какое-то действие, молебен, который что-то изменяет в жизни человека. Те таинства, которые мы касаемся, я их перечислю, это то, что для нас всех в первую очередь известно, это крещение. Крещение человека, когда человек дает клятву Богу и становится христианином в таинстве погружения в воду, где он умирает для жизни греха и рождается для жизни вечной. Сразу же за этим ее таинством миропомазания, но при этом большинство тех, кто приходит на крещение, скажем так, не отделяют его. Происходит крещение, и кажется, ну вот пришли, покрестили батюшка, ребенка, чаще всего детей сегодня крестят, что вот в воде святой окуныл, и человек стал православным христианином. На самом деле там два таинства. Мы помним слова Иоанна Претечи, который пришел и крестил людей в очищение грехов. Он говорит, за мной придет тот, кто будет крестить огнем и духом. И вот схождение Духа Святаго – это миропомазание. Уже не руковозложение сегодня, а помазание святым миром человека, чтобы он стал действительно храмом Духа Святаго, вместилищем в благодати третьего лица Святой Троицы. Это касается, ну вот если по статистике, около 50% населения Российской Федерации. Каждый второй в России точно крещен, хотя некоторые, кажется, что вся Россия матушка крещен, а на самом деле, наверное, вот те независимые источники, которые считают, спрашивают, где-то 50%. Но это не значит, что все верующие, и уж тем более все церковленные православными. Следующее таинство, к которому человек прибегает, это, конечно, таинство покаяния. Следующее таинство, которое вновь очищает человека от грехов, здесь раскаяния. Каждый человек после 7 лет призван к этому таинству. Таинство причастия Святая Евхаристия, где мы вкушаем под видом хлеба и вина тело и кровь Христова. И Христос говорит, что вкушающий тело мы и кровь мы будем иметь со мною часть вечной жизни, часть здесь, в этой жизни. И Христос такого человека исповедует здесь и перед Отцом Своим Небесным. Поэтому причастие для нас всех, оно категорически необходимо и важно, если мы себя считаем православными христианами. Следующее таинство, таинство Елеосвящения или по-другому Соборования. Мы уже пришли с вами к пятому таинству. И эти таинства, вот пять таинств, они так или иначе касаются тех людей, кто вот среди нас и среди вас, дорогие слушатели, просто является замечательным, хорошим человеком, добрым христианином. В Соборовании подается человеку особенным образом благодать, исцеляющая душу и тело, при семикратном помазании освященным особенным святым маслом. И вот мы подходим к двум таинствам, которые совершаются над человеком, ну мы бы сказать бы особенно торжественно. Одного таинства могут сподобиться практически все, второго только те, кто избирает особенный путь. Шестое таинство, таинство брака. Церковь признает союз мужчины и женщины благословленным, Богом установленным институтом, который совершается в церкви, особенным образом это обряд, благословляется через молитвы, через чтение Евангелия, через обращение к Богу с просьбой благословить этот союз, чтобы он был нерушимым, он был союзом на земле, и в Царстве Небесном, чтобы эти люди оказались тоже вместе. В смысле того, чтобы достигли Царства Небесного, шли вместе рука об руку к Богу и там и с Богом были. Вот сегодня таинство брака, конечно, об этом отделе надо говорить, это сложное таинство, и, к сожалению, оно сегодня, как ничто другое в нашем обществе подвергнуто риску, опасностям. Ну, мы об этом будем, наверное, где-то отдельно говорить, а отец Максим поднимет эту тему. Ну и вот седьмое таинство, оно непростое, сложное, о чем мы сегодня, наверное, будем говорить, это таинство рукоположения, таинство хиротонии. Господь наш Иисус Христос передал своим ученикам, апостолам, власть прощать и разрешать грехи. Он передал им благодатную власть, которая позволяет через молитву, обращенную к Богу, подать человеку в таинствах исцеление духовное, по молитвам исцеление телесное, совершение святой Евхаристии, быть учениками Христовыми, 12 апостолов были избраны, вот первый круг, быть учениками Христовыми сегодня возможно, тоже в 21 веке, и имя являются наши современные апостолы, епископы церкви. Но верующих достаточно много, и не везде апостолы церкви сегодня, епископы могут, скажем так, успеть и везде прийти. Поэтому церковь еще в первом веке от Рождества Христова создает институт священства, где на первом месте первая иерархическая ступень, самая главная, это апостолы, вторая, следующая за апостолами, это пресвитеры, третья, это декана, те, кто являются помощниками, служащими священникам и епископам. И вот 25 лет назад так сложилось в моей жизни, после окончания Московской духовной школы, после окончания семинарии, я был призван к служению священника. Я написал, конечно, у нас есть определенная бюрократия. Прежде чем поступить в семинарию, ты пишешь прошение на имя ректора, сдаешь экзамены, учишься, опять сдаешь экзамены. Далее ты пишешь прошение на имя ректора, и если он является правящим архиереем, с просьбой его рассмотреть возможность хератонии, то есть того события, когда ты станешь из простого человека, ты был студент, ты был замечательный какой-нибудь Ваня Иванов, ты становишься диаконом, уже становишься священнослужителем. Не просто церковнослужителем, это отдельная категория, священнослужителем, и вот ты становишься диаконом. А если у тебя есть намерение и дальше послужить церкви, в более высоком образом, в другом статусе, в более высшем и более ответственном стать несвятелем церкви, опять обращаешься к правящему архиерею, обращаешься с просьбой, спрашиваешь благословение, и совершается во время божественной литургии твоя хератония. Когда епископ, подобно его преемникам, другим епископам, митрополитам и патриархам, и уже дойдем до апостолов, он возложит на человека, вставшего на колени перед престолом, руки свои и прочитает особенную молитву, которая и спросит у Бога благодать этому смертному простому человеку стать человеком, который получает благодать, которая позволяет вязать и решить, благословлять, освящать. И вот если простыми словами, из человека светского, я когда-то стал священнослужителем, я стал служителем, я стал служащим, я стал тем человеком, который подписал присягу. У нас у священника есть присяга, мы подписываем присягу, где мы обязуемся до конца своих дней быть верными церкви, признавать над собой власть правящего архиерея, помнить о том, что глава церкви является Господь наш Иисус Христос, и мы как ученики его, мы должны идти проповедовать словом, житием, своими молитвами, тот образ, который призывает людей сегодня ко спасению души их в Царство Небесное. — Отец Иоанн, я прям заслушался ваших слов. Очень хорошо, что вы объединили вот эти два таинства — венчание и священство. Ведь они между собой очень похожи по своему чину. И в свое время, когда я венчался, мне священник, точнее моей матушке, у батюшки, соответственно, есть матушка, значит, сказал, что вот сейчас он венчается с тобою, а потом он будет венчаться с церковью. И даже в таком неком внешнем форме это выражается тем, что у нас нет колец на руках. Значит, вот Отец Иоанн, получается, что действительно из простого, смертного, мы венчаемся на церкви. И с этого момента мы становимся суперчеловеком? Или как это выражается? Я вот, знаете, приведу пример, Отец Максим. Один близкий мне священнослужитель, который служит уже больше, чем я, он больше 40 лет является священнослужителем, и приведу такой прекрасный пример. В жизни нашей мы сталкиваемся с разными родозаболеваниями. Есть такие болезни, которые, ну, скажем так, мы пытаемся победить, не всегда удачно, и в конечном итоге мы должны использовать в дальнейшем, так сказать, в этих заболеваниях какие-то протезы. Он, в частности, говорит, вот зуб человека, он в какой-то момент, даже коренной, он изнашивается, и если есть необходимость, на него надевается коронка. Много лет назад, и буквально, скажем, так сказать, может быть, вот какие-то годы, только сейчас, так сказать, модно было, так сказать, как показатель статуса, и в то же время, так сказать, как забота о своих зубах, если они пострадали, одевать золотую коронку на зуб. Вот золотая коронка, вроде бы, так сказать, у тебя искусственный зуб, и все хорошо, но помимо это о том, что на самом деле настоящий зуб ты потерял. И вот этот священник, он такой пример привел, священник в храме, священнослужитель, стоит в ризах, ризах, которые там имеют определенную символику духовную, это не просто одежда, вот хочется человеку как-то себе показать особенным образом, такой некий флер, нет, духовное облачение, это духовная спецодежда. Это как у врача, халат, как у военного, как у полицейского, по нему сразу понятно, по человеку какое он служение несет. Это священнослужитель тоже. Священники не ходят по улицам, например, или там в общественном транспорте не ездят. Ни в Митре, ни в Камеловке они ездят, ни в Ризе, там, в Филоне. У них это все только для богослужения. И вот, кажется, придя в храм на богослужение, что ты видишь перед собой человека, облаченному, там, как говорим, в золотые одежды. Но под этими золотыми одеждами, под золотой короной, скрывается порой очень немощный, слабый человек, который все время, в первую очередь, с себя начинает просить у Бога помощи, чтобы когда-то благодать данная в таинстве рукоположения врачевала, исцеляла, наполняла его и давала ему силы быть христианином. Потому что в какой-то степени священник — это инструктор, который собрал, подготовился, постарался подготовиться, собрал группу туристов, которых как-то он подготовил, и они пошли в горы, им подняться надо на Эверест. Он там никогда не был. Он ведет за собой, опираясь на теорию. У него нет этой практики. Потому что священник ведет за собой в Царство Божие всех тех, кто пришли в храм. Но священник там не был еще в раю. Он об этом может только сказать, опираясь на опыт церкви, на знания, которые нам передали, святые, на священные описания. Но сам священник в раю не был. Но за собой ведет. И ему вести за собой тех людей, которые идут, достаточно сложно. Потому что у кого-то развязался шнурок, кто-то забыл дома рюкзак, кто-то по дороге зашел в какой-то кабак и там потерялся. У кого-то еще искушение такое. Ему бы само было наверх подзабраться. А тут еще за ним идут вот эти люди разные, сложные. Кто-то на самом деле упорно идет. Кто-то упорно отстает. И вот священник на самом деле из простого смерти, он становится обязанным всем смертным. Но он не становится суперчеловеком. В нем есть действительно право, особенное духовное право. Благословение священника, оно имеет огромное значение. Но при условии того, что это благословение дается от Бога через священник. Есть такая вот история, о которой многие смущают. Отец Максим, мы с вами сталкиваемся. Взять благословение священника, это значит подойти к нему, сложить особенным образом руки. И когда священник благословляет особенным перстосложением и дает руку, эту руку поцеловать. И многих сегодня это смущает. Ну как-то, какому-то я там буду папу руки целовать. А мыл ли он эти руки? А почему я вообще должен руки целовать? Это вообще, так сказать, ниже, получается, там, моего достоинства, чтобы я вот там где-то преклонился. Почему, скажем, такое есть непонимание? И в то же время, допустим, взять в хорошее смысл слово греческую православную церковь. Там люди, когда идут по улице, они могут подойти, не зная священник или даже священнослужитель. Они даже вот в этом плане не разбирают, священник или диакон переведет. В греческой церкви не принято ходить с крестом. Это особенность колладской церкви. Просто ряса, камелавка. Может быть, это будет диакон. Даже, может быть, это будет монах. Подойти к нему, поцеловать его руку, потому что они воспринимают священнослужителей как образ Христа. И благодать они не спрашивают у Христа, а не просто у кого-то бородатого дяденьки. А в сербской церкви это тоже распространено. Ты идешь по улице, их подойдут, руку поцелуют, или край твоего облачения, ряса твоей дальше прыгают. У нас же есть смущение. Почему? Потому что, да, сказывается и 70-летний период богоборческой власти, где церковь, она не то что была, скажем, нивелирована, она была практически уничтожена. И все, что с церковью связано, тоже было в данном случае угнетено. И вот священника воспринимали, вот как уже отец Максим сказал, по сказке Оксана Советовича Пушкина, сегодня мы возвращаемся к духовному воспитанию, к нашей православной культуре. И священник, вот я уж повторюсь, он не от себя, он хороший или добрый, или благочестивый, он от Бога имеющий благодать, которая в какой-то мере, да, делает его особенным. Но эта особенность, знаете, это не супермен, это космонавт. Он находится в космосе. И в какой-то степени неправильные действия они могут мгновенно привести к гибели его и, скажем, его, например, команды, шаттла, вот этого космического корабля. Поэтому священнику приходится трудиться в поте лица своего, чтобы и образом, и житием, и словом своим не навредить, а наоборот спасти. Вот поэтому вот как-то так. Хорошо, что вы сказали про космос, потому что периодически считают, что мы, священники, спустились с какой-то планеты другой, и вот такие вот небожители пришли сюда, вот поэтому перед нами надо расстилать ковры, значит, нам надо тиловать ручки, мы одеваемся в особые одежды. И совершенно верно, Отец Иоанн, то, что вы вот напомнили, что вот эти ризы, которые мы на себя одеваем, они нужны нам, священникам. То есть это как бы некое напоминание, что это не ты на самом деле священодействуешь, а через тебя действует Христос. Иногда вот делают такое сравнение, что священник — это скальпли в руках у хирурга, но не сам хирург. И вот в этом плане, Отец Иоанн, а какую сегодня функцию выполняет священник непосредственно в храме, в той области, в которой мы уверены? Священники занимаются вот только богослужением внутри своего прихода. Или еще какая-то деятельность на нас возложена? Отец Максим, вот 25 лет назад, когда я стал священником, по окончании Московской духовной школы мне казалось, что куда бы меня не поставили на служение в церкви, вот везде надо выкладываться 100%, прикладывая все свои знания, реализуя себя именно как пастырь. Но мы живем в то самое время, сложное, непростое, когда у церкви получается задач больше, чем мы даже предполагали и 25 лет назад, и сейчас. С одной стороны, в русской православной церкви есть боль, более чем 100-летняя, боль того, что наше государство, когда-то воспринимая церковь как институт общественный, институт, который является по большому счету совестью, глазом народа, такой нервной системой, даже не нервной системой, вы знаете, это, наверное, такая система самосохранения народа, как вот в организме есть в данном случае те силы, которые отвечают за его здоровье, иммунитет. Вот церковь — это иммунитет народа, она определяла, что такое добро, что такое зло, указано, что черное — это черное, белое — это белое, а потом 1917 год, многое что в стране происходит, а потом 1918 церковь отделена на государство. Мы отделены от государства сегодня, официально русская православная церковь, она некоммерческая, автономная организация, мы являемся НКО, мы некоммерческие организации, которые отделены от государства, но здесь мы находимся, у нас есть юридическое обоснование, у нас есть, соответственно, свои УГРНы, ИННы, мы платим налоги, на всякий случай, церковь платит налоги, священники платят налоги, приходы платят налоги, они разного характера, это и медицинские налоги, это транспортные налоги, это налог со зарплатой, у нас все это есть. Но при этом мы отделены от государства, но как человек каждый священник не отделен от народа, и поэтому большинство священников сегодня так или иначе понимает, что помимо служения в храме есть огромная обязанность заботиться о своей стране и приклад массы усилий, для того, чтобы наша с вами сегодня история, с одной стороны, не повторяла ошибок, насколько это возможно, с другой стороны, на ошибках участь, мы чтобы выбирали тот путь, который позволяет людям гармонично, духовно развиваться и помнить о том, что дано нашему Отечеству особенная миссия в этом мире быть православными, простите, до конца. И вот священник сегодня выходит за пределы храма и вдруг к нему возлагается, как бы казалось бы ни странным, миссия в этом мире просвещать, служить, ну, в первую очередь, говорить. И вот я являюсь, с одной стороны, стоятелем храма Святия Спиридона, с другой стороны, я являюсь руководителем епархиального отдела, по физической культуре и спорту. Ну, вот казалось бы, ну, как такое может быть, а вот так. Есть миссионерское служение, у нас есть священники, которые возглавляют миссионерские отделы. Ну, в этот смысл, в этот отдел вкладывают смысл того, что мы кого-то просвещаем, ведем Богу, да. Есть социальные служения, у церкви есть огромный, на самом деле, сегодня опыт, и мы привлекаем людей неравнодушных к тому, чтобы оказывать помощь, людям оказалось трудной ситуации. Вообще, это вот первое, наверное, с чем столкнется любой священник на приходе. Вот молодой священник, ему придет какой-нибудь человек, который скажет, я отстал от поезда, я потерял документы, меня обокрали, там, у меня сгорел дом. В общем, хочу попить, так хочу, что есть нечего, и перенечевать негде. Вот, в общем, батюшку меня спасайте, и как бы давайте либо денег, одежды, работы и так далее. Церковь, она сегодня иногда является таким бюро услуг, люди приходят с последней надеждой. Это вообще не наша история, но мы этим занимаемся. Потому что государство должно отвечать на вопрос, если у вас украли документы, ну, идите в полицию. Если вы отстали от поезда, наверное, есть там какое-то, ну, там, агентство в РЖД, которое должно отвечать за эти моменты. Там, если еще что-то произошло, так сказать, туда направят. Но человек иногда, и там, и там, разочаровавшись в том, что не оказана помощь, он приходит в церковь. Поэтому сегодня священник, вот на самом деле, он нисколько, я бы не сказал, что вот именно тот пастырь, такой, знаете, духовный, он жрец только, который совершает в богослужении священодействие, таинство церкви. Священник сегодня иногда такая духовная скорая помощь номер один. Я даже вот здесь немножко из своей истории такой, скажем, бэкграунд приведу. В прошлом году я первый раз был в этой замечательной студии, которая здесь находится. Когда-то студия нашего замечательного канала ГИС находилась на улице Владимирской, сейчас они переехали сюда, здесь все лучше, прекрасно, замечательно. Я был накануне события, когда я сильно пострадал физически. Мы проводили Пасху над Волгой, замечательный межрегиональный фестиваль, и вот в один из дней, вернувшись домой, где-то около 12 часов ночи мне вот на телефон поступил звонок. И, скажем, незнакомый номер, я беру трубку, здравствуйте, здравствуйте, батюшка, спасите, помогите, мы ваши соседи, мы горим. Я говорю, а почему вы мне дозвоните? Он говорит, ну вы священник, вы обязаны помочь. Я говорю, а почему бы не вызвать? Я говорю, пожарных. А вдруг они не приедут? Я говорю, давайте будем вызывать и пожарных, и все. Нет, вы приходите, окажите нам помощь тоже. Ну, в общем, скажем так, вот бросаешь все, идешь. И почему-то, скажем, история такая несколько для меня печальная, то, что я не профессиональный пожарный, нас на это не учили. И вот во время, скажем, пожаротушения мне на ногу падает металлическая конструкция, которая, скажем, меня 100% делает, скажем, на тот момент инвалидом. Я получаю 100% разрыв сухожилия правой ноги. Ахиллу сухожилия порвал, упал. Пожар потушили, слава богу. Да, но я оказался после этого в больнице, операция, гипс на три месяца. И вот казалось бы, ну, какое отношение имеет священник и пожарный? А вот даже вот так бывает. Тебя выдергивают, батюшка, вы же священник, ну, так помогайте, спасайте. А не важно, что это не то. И поэтому иногда бывает так, что мы видим, священник освещает космические корабли, священник направляется в армию, священник присутствует в больнице, священник на спортивных мероприятиях, он приходит в школу. Священник, в общем, сегодня тот человек, которого, если реально, неудивительно увидеть везде. Поэтому наше служение, самое высшее, самое главное, оно все время дополняется какими-то событиями, где люди хотят видеть поддержку духовную, получить благодать, и немножечко от священника, который должен к ним прийти. Отец Иоанн, наверное, у зрителей возникнет один вопрос. Каким спортом занимаетесь? Я честно скажу, что сейчас профессионально, никаким я спортом, никаким видом спорта не занимаюсь, только стараюсь поддерживать физическое здоровье, посещая спортзал, самые обычные фитнес-нагрузки. Когда есть возможность, время я стараюсь, конечно, ходить, чтобы выполнять норму. Все-таки нам надо двигаться, движение – это жизнь. Для того, чтобы, скажем, быть примером для своих детей, у меня семь детей, быть примером для воскресной школы, которая у нас есть, мы, скажем, даже организовали, открыли рядом с нашим храмом спортивный зал, и одна из задач, идей, которая у нас есть непосредственно у храма Святи Спиридона, мы получили на это благословение нашего владыки, построить детский центр. Это вообще, скажем, в какой-то степени это визитная карточка Самарской метрополии, Самарской епархии, наши детские епархиально-образовательные центры. Но задача не просто построить детский центр, где будут преподавать закон Божий, например, рисование, или там появится балетная студия. Есть идея построить образовательный центр, у которого будет колоссальная спортивная составляющая, потому что мы сегодня священники, особенно отцы, в частности, нам с отцом Максимом, скажем так, объяснять не нужно совершенно, что дети сегодня сильно страдают от зависимости от наших цифровых технологий, то есть, просто сказать, вот от этих гаджетов, да, от телефонов, смартфонов. если 20 лет назад еще мы сталкивались с тем, что надо спасать нашу молодежь от наркотиков, от алкоголя и курения, сегодня молодежь категорически зависима. Вот именно от цифры, и любой ребенок сегодня, вот вместо конфеты, вместо чего-нибудь, он выберет поиграть в телефоне, посмотреть там что-нибудь, где-нибудь в Тик-Токе, или где-нибудь, где-нибудь что-нибудь еще, видеоролики, и, скажем, только вот, скажем, совместно молитвы и трут, все перетрут, и вот спорт, он нам поможет. Потому что иногда, бывает так, священнику приводят какой-нибудь ребенок, вы с ним поговорите, батюшка совсем от рук отбилась, не слышит, только в телефоне сидит. Ну, что я могу сказать? Будь хорошим, он так знает, что быть хорошим, что он должен любить папу и маму, он тоже это знает. Священник не может совершить такого, знаете, по щелчку пальцев чудо, и раз, человек стал сразу святым. А вот если мы соединим, знаете, духовно, и спорт, у нас получится. Невозможно заниматься боксом и держать в руках телефон. Невозможно плавать и заглядывать, там, условно, в ВК, там, прислали мне кто-нибудь смс-ку или нет. Невозможно заниматься баскетболом, в одной руке мяч, другой телефон. В общем, спорт на самом деле сильно нам поможет в воспитании наших детей, даст им волю, даст им силы сопротивляться вот этой зависимости. Потому что, с одной стороны, любая современная техническая вещь, она не только на пользу человека, она делает человека и слабым, немощным, зависимым от этого. Вот чтобы мы были хозяевами этой истории, а не нами управляли, соответственно, наши гаджеты, и поэтому детский центр, который мы планируем построить, у нас идет сейчас активно разработка проекта, он будет иметь, на удивление, сильную спортивную составляющую. И это очень важно. Поэтому всем бог в помощь, спортом заниматься. Спасибо большое, отец Ан. Вот видите, какие у нас разные, замечательные, интересные священники. Каждый на своем приходе имеет свою какую-то особенность, изюминку. Посмотрите, может быть, рядом с вами, в нескольких остановках, находится, может быть, даже небольшой храм. Познакомьтесь со своим священником, узнаете, чем он живет. И, быть может, именно этот человек станет для вас таким лучом света в этом суетном мире. Спасибо большое за внимание. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова